Всем привет, мои хорошие! С вами Майка Эмили, и я сегодня начинаю новый влог. И сегодняшний влог я хочу поделиться с вами своей небольшой радостью, которую я уже делилась в Инстаграме, с вами советовалась. Но я знаю, что процентов 30 моей аудитории вообще не пользуются Инстаграмом, как я поняла по опросу. Некоторые просто не подписаны на мою Инсту, поэтому решила здесь тоже поделиться своими ощущениями, впечатлениями, эмоциями и так далее. В общем, сегодня я наконец-то исполнила свою мечту, хотя, наверное, мечта это слишком громко сказано, просто одна из моих целей, моя хотелка. В прошлом месяце я вам выкладывала, что я очень хочу вот эту сумку от Versace, мне она очень нравится. И я наконец-то сегодня просто вот встала утром и поняла, что я хочу ее заказать. Посоветовала со своей одногруппницей, Норминочка, если ты меня смотришь, тебе огромный привет. У нее вообще все брендовое, и она очень хорошо разбирается, где что можно купить, где дешевле, где заказать оригинал и так далее. Посоветовавшись с ней, я пришла к выводу, что я хочу ее заказать. Разные цвета этой сумки, одна и та же модель, в разных оттенках, стоят по-разному. Почему так происходит, если честно, мне немного удивительно. Ну, разница не супер большая, но, например, черная стоит чуть-чуть подешевле, чем эта. В общем, я вам все выкладывала в Инстаграм, кто видел, тот видел. То ли так работает маркетинговый ход, то ли реально фиолетовая, действительно, самая красивая. Я решила заказать именно ее, несмотря на то, что она стоит дороже, чем все остальные цвета. Вот эта, например, желтенькая стоит вообще очень дешево, и эта модель, кстати, стоит дешевле. Я хотела ее заказать, потому что у меня есть такой вот чехол. Но, с другой стороны, такой термоядерный цвет под все сочетать невозможно, поэтому лучше что-то взять более-менее спокойное. Вообще, изначально надо было взять бы черную обычную сумку, но у меня есть черная, качественная, хорошая сумка, которую я вам недавно показывала тоже. Вообще, я такой человек, мне всегда жалко тратить деньги на себя. На близких, родных я могу потратить сколько угодно, подарить сколько угодно. Но, когда я покупаю себе какие-то дорогие вещи, у меня почему-то внутри просыпается вторая айка, которая говорит, ты обнаглела, ну разве можно столько отдавать за сумку и так далее. Хотя сумка не супер дорогая, но даже на эту покупку мой мозг реагирует своеобразно. И еще удивительный момент, на всех этих сайтах я заметила такую особенность, что доставка платная. На какую бы сумму ты не сделал заказ, все равно доставка платная. Если даже ты покупаешь сумку за 2000 долларов, плюс еще 30 долларов за доставку. И тут, знаете, я вспоминаю Шейн, который дает бесплатную доставку от 50 долларов в любую страну мира. И резкое такое мое осознание, сколько мешков вещей я бы могла купить с Шейн. Но да ладно, это тоже купим. Еще не вечер, разгуляемся. И еще я заказала себе вот эти вот кроссовки от Puma. Изначально я должна была заказать фиолетовые, но я перепутала. И потом я увидела, что в корзине каким-то чудом оказались розовые. Я хотела заказать фиолетовые, потому что фиолетовые были, они бы классно сочетались с моей сумкой. Но я думаю, ничего страшного. Им тоже применение я обязательно найду. И поэтому у меня сегодня просто шикарное настроение. Я вот жду, не дождусь, когда мой заказ придет. Но я думаю, что дней где-то 5 он будет идти. Мой заказ идет из Европы. Кстати, вот насчет обуви. У меня очень миниатюрная ножка. Вообще, у меня размер пальца очень маленький. У меня маленькая челюсть. У меня все маленькое. И нога тоже у меня очень маленькая. Я всегда ношу 36, либо 37. Во-первых, я буду носить эти кроссовки с носками. А во-вторых, будет куда обиднее, если они будут для меня маленькие. А если чуток большие, ничего страшного. Вот недавно, когда мы с Альбиной были в моле, я зашла в магазин. И я поняла, насколько я отвыкла от оффлайн-шоппинга. Это для меня просто какой-то трэш. Уже голова болит. Мне удобнее лежать где-то на диване. И все это дело заказ. Как только все придет, я обязательно вам покажу, распакую вместе. И отсудим. Несмотря на то, что на дворе уже август, у нас очень-очень жарко. Я сейчас хотела пойти в супермаркет и поискать вкусняшки для мукбанка. Хочу сделать свой контент немножко разнообразным. Поискать в супермаркетах какие-то интересные продукты, с которыми можно снять мукбанк. И мы это сделаем, кстати, с вами вместе. Вас тоже я с собой обязательно возьму. Но не сейчас. Чуть попозже пойдем, потому что на улице прям жара. А пока у нас с вами есть время, я хочу сделать порядок в своем комоде. Для начала хочу убрать свои кнопки, потому что они здесь изрядно пострадали. Как вы видите, здесь вмятина. Небольшой ветер, и они падают, ломаются. Поэтому хочу их отсюда убрать. А в дальнейшем повешу их обязательно на стену. Но это будет не сейчас. И надеюсь, что не в этой квартире. Здесь на комоде у меня остаются две мои шкатулки. Первая она с бижутерии. Изначально я ее покупала под золото, но понятное дело, откуда у меня столько золота. Но под бижутерию просто идеально. Здесь два отдела очень удобных. Здесь лежат мои браслеты, сережки, которые я не носила еще ни разу. И вот такие вот заглушки силиконовые. Очень удобно. Много штук теряешь и даже не паришься об этом. Эти серьги, кстати, мне как-то стыдно носить на улице. Но для мугвангов они подходят идеально. Очень красиво смотрятся. Я даже хочу сделать зеленый макияж и надеть их. И снять для вас мугванг. Здесь мои любимые часики от Sunlight. В общем, все самое любимое здесь. Бижутерии, как вы видите, у меня очень мало. И вторая шкатулка уже с ювелиркой. Эту шкатулку я заказывала на Шейн. И мне она так нравится. Она супер вместительная. Помещается абсолютно все. И здесь мои любимые ювелирные изделия. Все здесь золото. Признаться честно, я серебро не люблю. И белое золото тоже. По моему светотипу не очень подходит. И в общем, много всего интересного. Убираем в сторонку. Вот прям сюда. Я, как всегда, протираю обычными влажными салфетками. Просто беру сразу 3-4 штуки. Ну, теперь перейдем к самому интересному. Да-да-да-дам. Вот такой вот у меня бардак. Здесь у меня чехлы. Их, кстати, с каждым в нем все больше и больше. Кстати, небольшой такой для вас совет. Если вы хотите, чтобы ваши чехлы не желтели, храните их вот в таких упаковочках. Вот здесь такой аромат стоит. И все знаете почему? Потому что здесь лежит миксит. От него невероятно крутой аромат. Просто настолько ароматизирован. Раз мы уже тут начали разбирать, давайте переоденем нашего красавчика. Время 16.09. 6 сентября. Так. Кстати, свой 11-й я не продала. Мне что-то его жалко продавать. Он мне так нравится. Он такой, знаете, родмулечка. Мы столько всего пережили вместе с 11-м. Поэтому, если честно, мне его не хочется никому отдавать, продавать. В общем, сложно мне с ним расставаться. Вот столько у меня чехлов. В принципе, немного, если так посмотреть. Больше всего мне нравятся вот эти чехлы. Они не пачкаются. Очень приятный на ощупь. И преобладающее большинство. Здесь заказано шейн. Давайте поменяем на вот этот вот. Принт Леопёрт. Я стараюсь чехол снимать очень аккуратно, чтобы его не сломать. Готово. Девочки, ну я не могу. Посмотрите, как классно они смотрятся. Вот хочется мне еще пару чехольчиков себе заказать. Хотя я понимаю, что это бессмысленно. Ну зачем? Ну блин, это так радует глаз. Тем более стоят они там по 3-4 доллара. В общем, копейки. Особенно вот этот мне очень нравится. Happy Everyday. И снимаю я на камеру. Я тут разбираю комод. Все подряд показывать не буду. Буду показывать только самое интересное. Ну, по крайней мере, интересное для меня. Надеюсь, для вас тоже. В общем, у меня есть вот такая палетка от Makeup Revolution. Заказана 2 года назад. И за эти 2 года, мне кажется, раз 5 я делала макияж с этой палеткой. И в конце уронила ее. И у меня разбился этот цвет. Такой вот пастельный матовый оттенок бежевого. И я решила ее взять в косметичку. То есть, постоянно пользоваться каждый день ею, чтобы ее закончить. Из-за того, что она постоянно в комоде, я совершенно забываю про ее существование. Поэтому откладываем ее в сторонку. Также хочу отложить в сторонку BB крем от Holika Holika. Он достаточно темный для меня. Но сейчас я немного подзагорела. И он мне подходит идеально. И когда им пользоваться, если не сейчас, я постоянно про него забываю. Поэтому откладываем его тоже. Вот эти хайлайтеры. Просто космос. Каждый раз показываю и в сторонку откладываю. Очень красивое, дуохромное свечение. В общем, классная штука. Беру ее тоже с собой. Будем пользоваться. Если даже не каждый день. Хотя вот этим цветом можно прям каждый день пользоваться. Вот камера, к сожалению, не передает вот это прекрасное свечение. Но очень классно переливаются. Все оттенки. Вот этот голубой можно использовать даже как тени. Потратила буквально 20 минут своего времени. И посмотрите, какая красота получилась. И даже здесь осталось свободное пространство, куда можно еще что-то положить. Все протерла по возможности. Разложила в органайзеры. Эти органайзеры, кстати, у меня уже достаточно давно. Их я покупала в магазине наподобие Fixed Price. У нас есть магазины, где все стоит по одному монату. И вот там я прикупила себе очень много подобных органайзеров. Они очень удобны в использовании. Очень легко вытираются. И вот так вот я храню свои принадлежности. Я решила пойти в самый большой супермаркет, который находится недалеко от моего дома. Вместе с вами, чтобы мы выбрали вместе, какие же блюда интересные будут у нас с вами на мукбанке. Возможно, вы ошибочно предполагаете, что Айка просто берет все, что есть в холодильнике, ставит перед собой и снимает мукбанк. Но на самом деле нет. Я всегда заморачиваюсь и думаю, прежде чем что-то снять. Так вот, одна голова хорошо, а 50 тысяч еще лучше. Так что выбирать будем вместе, с чем же можно снять интересное видео. Подушевленное, вдохновленное. Я иду в супермаркет и именно там теряю голову. Есть действительно очень интересные товары, но они суперкалорийные. И их много не съешь на мукбанке, поэтому вот не знаю. Меня заинтересовали вот такие маршмеллоу в огромной упаковке. Вроде как их надо поджаривать на костре. Если я что-то не понимаю, объясните, пожалуйста, мне в комментариях. И еще я не поняла, что вот это такое. Опять же, кто пробовал, напишите, с чем это едят, как употребляют. Возможно, если будет интересно, может даже стоит снять видео. Что касается печеней, к ним я равнодушна. Но только не вот эти, а Тарашен Лавита. Я их просто обожаю. Пробовала в разных вкусах. Особенно полюбился мне вот этот вкус с апельсином, если я не ошибаюсь. И, кстати, тут же был с малиной, который я не пробовала никогда. Надо обязательно попробовать. Выглядит очень так интересненько. И с клубникой. С клубникой стандартный. Он есть абсолютно везде. И дальше я направилась к стенду с морепродуктами. Все, как вы видите, не сильно ярко, красочно. Не знаю, на мой взгляд, как-то особо выбора морепродуктов у нас лично нет. Это вроде как черная икра, но она не настоящая. Стоит всего около 5 монат. Это что-то в районе 3 долларов. Есть и красная, и черная. Кушай не хочу. Шикуй! А вот и, собственно говоря, зачем я пришла. Красная рыбка. У меня есть идея снять мукпанг с красной рыбкой. Еще дополнить это все сыром Филадельфия. Рядом огурчик, нори, рис. Я думаю, будет очень вкусно. Вот, кстати, эта рыбка мне понравилась гораздо больше. Это форель, и она такая красная. Я думаю, в кадре будет просто замечательно. Но цена оставляет желать лучшего. 27 почти монат за 200 грамм рыбки. В общем, морепродукты у нас дорого, но в кадре будет смотреться очень классно. Тем более рыбку красную я безумно люблю. Поэтому ждите в ближайшее время обязательно интересный мукпанг. Кстати, я нашла черную икру. За нее вам придется выложить 350 монат всего за 110 грамм. Нехило. Я вспомнила бабули, которые стоят в магазине и говорят, дорого. Вот я тоже их напоминаю. Для меня тоже что-то в последнее время все дорого. Из бюджетного и из того, что нам с вами по карману, это морская капуста. Вот в такой упаковке. Выглядит очень аппетитно. Можно, кстати, дополнить какой-то свой мукпанг небольшой упаковкой морской капусты. Ходила, присматривала, смотрела, что же я не пробовала. А не пробовала я вот такие напитки корейского производства, как я поняла. Это с манго, также есть с лаймом и другие вкусы. Можно попробовать на мукпанге. Можно даже взять несколько и продегустировать. Время идет, лето заканчивается, и нужно бы что-то снять с мороженым. Тем более, огромный выбор. Я знаю, что у большинства моих зрителей уже не так жарко, как у нас. Но все же, пока что, я думаю, будет еще актуально снять для вас мукпанг с мороженым. Пыталась искать то, с чем мукпанг я не снимала. Нашла вот такое интересное мороженое. Вот мне очень интересно. Внутри мороженое будет такое же яркое, красочное, как и на упаковке. Если это так, то обязательно надо снять мукпанг. Еще есть вот такой вариант. Но что-то наподобие я уже снимала для вас с магнумом. И уже очень много раз. И магнум гораздо вкуснее, я думаю, чем это мороженое. Хотя это я не пробовала. Также мое внимание привлекло вот это мороженое. Даже больше скажу, я его купила. И на кассе оно оказалось ровно в два раза дороже, чем была указана цена здесь внизу. А так, вообще мороженое у нас продается круглый год. Поэтому можно и чуть позже снять. Но тут вопрос в другом. Будет ли актуально видео мукпанг с мороженым в январе, например? На мой взгляд, не очень актуально будет. Вы тоже обязательно пишите ваше мнение в комментариях. Это просто обязательно. И еще я в магазине увидела киндер молочный ломтик. Всего за 61 копейку. Представляете, как дешево. Я обычно за полтора моната покупаю. Это, кстати, в Браво, ребят. Супер цена. Просто не пропустите. Обязательно купите. Тут их очень много. И киндер пингви, и киндер молочный ломтик. Как-нибудь один раз можно вместо напитка на мукпанке поставить чудо молочный коктейль. Правда, я уверена, в комментариях начнется. Это с этим не сочетается. Как можно запивать шаурму молочным коктейлем? У меня, если честно, в голове сочетаются абсолютно все продукты. Для меня вот это вот не проблема. Я не понимаю, когда люди мне делают по этому поводу замечания. Вот честно. Дальше отдел с экзотическими фруктами. Здесь есть вот такой очищенный кокос за 10 монат. А так интересных экзотических фруктов, кстати, особо не было. Что я нашла? Растишка в коллаборации с моими любимыми смешариками. Это мультик моего детства. Я его обожаю до сих пор. Я лет 15 его смотрю и просто обожаю. Мне до сих пор интересно, вот честно. Хоть я выросла, все равно с удовольствием пересматриваю. А это я вообще не сразу поняла, что это. Оказывается, это мороженое фруктовый лед. 6 штук мини-версии разных вкусов. Можно как дополнение к какому-то блюду или как десерт поставить. Будет тоже интересно, как вам. Пишите в комментариях. Здесь получается с клубничкой, с бананом. Зелененький еще внутри должен быть. В общем, можно как-нибудь снять тоже видео. Вообще, выбор мороженого огромный. И можно сказать, где-то 80% я не пробовала. Поэтому есть из чего выбрать. Также креветки хотела взять, но крупных не было. А эти мелкие, они как-то не очень смотрятся в кадре. Поэтому в этот раз уже брать не стала. Будем искать большие креветочки. Вроде на них написано королевские, но как вы видите, они небольшого размера. Еще когда я их отварю, они еще меньше станут. Поэтому нет, это не то, что я искала. Поэтому брать не стала. Я ожидала, что вернусь с огромными баулами. Но ничего подобного. Всего вот этот вот пакетик. Итак, первое, что я купила. Это я купила, естественно, не в Браво. Оригинальные наушники от Apple. Уже которые я теряю. Короче, я не знаю, как эта штука открывается. Но я их уже вынула. И уже в дороге слушала музыку. Раньше покупала китайские. Но они где-то месяц-два служат. Потом опять барахлят. Поэтому я всегда беру оригинальные. И обязательно проводные. Как настоящая фанатка смешариков, я просто не могла пройти мимо. Взяла йогурт, коллаборация, растишка и смешариков. Твикс. Короче, здесь 6 штук. Я решила взять. Не планировала, но просто в Браво вот такие салфетки Sun стоили 89 копеек. И я решила взять. Огромная просто упаковка. Мороженое почти растаяло. Быстро в морозилку. Вот такое вот радужное мороженое. Взяла красную рыбку. Ну прям яркая рыбка. Я думаю, в кадре будет смотреться просто замечательно. И для этого же мукбанка я взяла вот этот сыр и крабовые палочки. Еще там будет рис, огурец. В общем, очень интересная тарелка будет. Я видела у других корейских блогеров. И решила звездануть идею. Ну куда же я без молочного ломтика от Kinder? Взяла 5 штук. Будем хомячить. Вы знаете, насколько сильно я люблю вот эту лавиту от Roshan. Но с малиной я не пробовала. Поэтому решила взять. Твиксик все ищет. Что же ему купили? Обычно, когда я с пакетами возвращаюсь, всегда что-то ему. Но в этот раз я забыла про него. Извини, пупсик. Я тебе красные рыбки нарежу немножко. Смотрите, какой он большой стал. Наглая морда, Момина. Огромная бандура Full Peer. Это с лесными ягодами. Для мукбанка будем пробовать. И еще взяла Барни. Он был по скидке. Я его люблю. Возможно, даже снимем мукбанк. И еще немножко огурчиков. Честно, много я искала и вам показывала. Пишите в комментариях, с какими товарами стоит снять мукбанки. А это обязательно вы увидите в ближайшее время в сочетании с разными товарами на моих видео. Постараюсь вот с рыбкой послезавтра снять для вас видео и сразу же опубликовать. На этом все. Огромное спасибо, что досмотрели. Пока.